На Камчатке разбираются в шокирующем случае в общественном транспорте, в результате которого погибла пассажирка. Трагедия вызвала большой резонанс. Женщину зажало дверями автобуса, ее протащило по асфальту полтора километра. Никто не забил тревогу. Что привело к роковому стечению обстоятельств, выясняла Ольга Герасименко. Это видео, снятое камерами наблюдения. Вечер буднего дня, плотный поток машин. В кадре появляется рейсовый автобус, а рядом с колесом, и это все лучше становится видно, зажат человек. Водитель рейсового автобуса не убедился в безопасности перевозки пассажиров и допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона. Много женщины оказалось зажатой в дверях, и не менее полутора километров автобус тащил пассажирку. По словам очевидцев, это была одна из последних остановок в салоне автобуса пассажиров, тех, кто мог бы остановить водителя, не оказалось. Но человека, попавшего в беду по непонятной причине, не заметили ни пешеходы, ни другие водители на дороге. Пострадавшую обнаружили лишь на конечной, и все это время, пока автобус тащил ее по трассе, женщина была в сознании. В полдесятого прибежали две женщины, испуганные с сумочкой, с тросточкой, с ее очками, и рассказали жуткую историю совершенно, что так произошло. Я бросился звонить в скорую, и мне скорая ответила, что она на десятом километре находится, что она в сознании разговаривает. Но это как-то немного меня успокоило. В причинах происшествия теперь разбираются правоохранительные органы. В компании, где работал водитель, о нем только положительные отзывы. Также известно, что в рейс он отправился трезвым и пройдя все необходимые медицинские осмотры. Водитель россиянин, русский водитель, достаточно опытный, 20 лет стажа в пассажирских перевозках. Прошел все необходимые инструктажи, стажировки и так далее. И, к сожалению, тем не менее проявил какую-то невнимательность, и в результате чего стал невольным виновником вот этой трагедии. Причиной трагедии могло стать и то, что женщина передвигалась с трудом, пользовалась тростью. Об этом говорят и свидетели происшествия в магазине по соседству со злополучной остановкой. Туда прохожие принесли ее сумку. Парень вот выглядывает и говорит, эта женщина выходила, не успела выйти, говорит, не успела выйти. Он тронулся и поехал, а с нее упал ободок, сумку она выронила, так, очки упали, выпали очки. Подобные истории на дороге нередко попадают в кадр видеорегистраторов. Киров, секундное дело, и мужчина оказывается в ловушке. Он падает на асфальт, автобус едет дальше. А это уже Саратов. Трамвай тащит вдоль путей мужчину. Автомобили сигналят, прохожие машут руками, но вагон почему-то даже не сбавляет скорости. Но тогда все обошлось, никто не погиб. Спасти пострадавшую пассажирку в Петропавловске-Камчатском, которую с многочисленными переломами и ушибами доставили в кровевую больницу, не удалось. Врачи боролись за ее жизнь трое суток, но безуспешно. Женщина скончалась от кровоизлияния в мозг. Полиция Камчатки начала проверку. Ольга Герасименко, Светлана Ведяшкина, Екатерина Белова и Кирилл Данилов. Первый канал.